Капитальный ремонт здания начался в октябре 2013. За 8 месяцев архангельская компания «Белый дом» практически полностью переделала объект. Большинство перегородок было снесено, вместо них появились новые стены. Заменены все инженерные сети, капитально отремонтирована кровля. Фасад утеплен и обшит металлосайдингом. Вставлены стеклопакеты, благоустроена прилегающая территория. Благоустройство, то есть его практически не было никакого. Тут, грубо говоря, лес рос. Все это убрали, заасфальтировали, поставили малые архитектурные формы, горки, качели. Уже закуплено и установлено технологическое оборудование в прачечной и пищеблоке. На днях в здании садика появится горячая вода. Начнется сборка и расстановка мебели. Будет окончательно сформирован штат учреждения. Так что к 1 сентября новый садик примет своих первых подопечных. Группы уже скомплектованы. С 1 сентября детский сад откроет дверь для 80 вичеводских ребятишек. Всего у нас будет 4 группы. Две группы с 2 до 3 лет и две группы с 3 до 4 лет. Решение о возвращении этого здания в дошкольное образование было принято в 2013 году. Оперативно администрация Котласа нашла новые помещения для прежних арендаторов площадей. Здесь располагались поселковая администрация, отдел полиции, мировой суд и библиотека. И в течение нескольких месяцев вошла в федеральную программу модернизации системы образования. На капитальный ремонт детского сада в Котласе федерация выделила 43,5 миллиона рублей. 2 миллиона добавила область, полтора вложил город. Это приоритетное направление, оно определено на самом высоком уровне нашей страны. Президент страны Владимир Владимирович Путин, он поставил перед нами задачу, которую мы решаем и идем к достижению этих показателей к 2016 году, полностью ликвидировать очередность для детей в возрасте от 3 до 7 лет. И сегодняшнее событие, оно как раз в этом ряду, оно направлено на то, чтобы решить эту задачу. И по городу Котласу очередность для этой группы детей с 3 до 7 лет, эта проблема не существует. Заместитель министра образования и науки Архангельской области Марина Казакова отметила, что за последний год Котлас заметно продвинулся в решении проблемы нехватки мест в детских садах. Это результат комплексного подхода. Мы не только занимаемся реконструкцией, но и строим новые сады. Сейчас у нас ведется строительство на 220 мест. Мы планируем еще один садик заложить. Кроме реконструкции старых и строительства новых детских садов, сегодня в Котласе открываются дополнительные группы на базе существующих дошкольных учреждений. Благодаря чему только в прошлом году дополнительно места в детских садах получили 80 ребятишек. В этом году работа продолжится. Заявка на финансирование в региональное правительство уже направлена. В 12-м садике Теремок и в 14-м Искорка у нас планируется открытие еще двух дополнительных групп за счет оптимизации площадей на 40 мест. Мы делали заявку именно на эти суммы. Потом мы делали заявку на строительство нового детского сада в Южном микрорайоне и заявку на строительство детского сада Портовиков. Сколько дополнительных денег в этом году получит Котлас пока неизвестно. Общий объем отправленной заявки более 200 миллионов рублей.